Наша экскурсия начинается с того, что мы рассказываем технику безопасности людям, потому что экскурсия проходит в таком месте индустриальном, где работает завод. Проводим технику безопасности и выдаем здесь каски, жилетки, чтобы отправляться дальше на завод. Это Влад. По профессии он электрик. В душе городской исследователь. Его организация Urban Explorations недавнего времени вводит экскурсии Парижскому судоремонтному заводу. В Европе это уже давно популярно, а в Латте этого не было. И мне казалось, что это будет интересно людям. Тем более, у нас люди любят исследовать что-то такое интересное, необычное. И у нас появилась идея. Мы предложили эту идею руководству завода. Руководство оценило эту идею. И вот мы начали такой процесс, как бы это все сделать. Влад не прогадал. Интерес действительно оказался огромным. Желающих заглянуть за забор судорема очень много. Это и любители новых ощущений, и поклонники индустриального туризма, и ценители истории. Здесь у нас вот такое здание, да, старинное. Потому что и сам завод очень старый. Ему больше ста лет уже. И это как раз здание, это первая администрация завода. Подробнее с историей завода можно ознакомиться в небольшом музее фотографий, куда мы и отправляемся. Вот он. В 1913 году на улице Галас был основан судоремонтный завод. На этом заводе ремонтировали также оборудование лесопилок, бумажных фабрик и корабли маленьких тоннажей. Во время Второй мировой войны завод был уничтожен. Его возводили заново. В советское время Рижский судоремонтный завод был самым большим предприятием в Балтии, на котором ремонтировали корабли морского флота и корабли для научных исследований. А также строили паромы и масляные заполнители. Завод был приватизирован в 1995 году. Многие экскурсанты интересуются, что здесь происходит сегодня. Он по-прежнему работает. Суда здесь, правда, не строят, но ремонт производится по сей день. Сейчас пойдем по пути в бункер, посмотрим еще визуальный завод и как раз пойдем в сторону убежища заводского, которое мы отреставрировали совместно с нашей командой, чтобы показать людям, как оно было в советское время. Потому что на каждом крупном заводе было свое убежище. Тут их на заводе у нас целых три. Ну, обычно, когда у нас экскурсии проводятся, то нам все время везет с погодой. Сегодня у нас будний день, погода такая, дождливая. А когда экскурсия, может быть, весь день дождь, но вот в перерыве 2 часа, когда экскурсия, все время солнце выглянет. Было, может... Когда дни везет. Ну, сегодня, да, в выходные дни все время нам везет как-то. Была, наверное, одна только экскурсия, когда был дождь. Ну, и то мы это обыграли, как бы, переждали дождь в бункере под землей и пошли гулять дальше. Как мы сейчас этим и займемся. Да, пойдем прятаться от дождя. Это убежище гражданской обороны. На каждом советском заводе были такие. Оно небольшое, рассчитано всего на 200 человек. А были и вместимостью в несколько тысяч. В Латвии более 300 подобных бункеров. Но большинство из них в очень плохом состоянии. Этому повезло. Он находится на закрытой территории и хорошо сохранился. И то, в случае чего, здесь укрыться не получится. Конкретно этот я сказал бы, что он не до конца установлен. То есть, фильтра есть, но нету к ним, скажем, что будет прокачивать воздух. Да, плюс герметичность желает лучшего. Да, то есть, не супергерметичное убежище. Вот, а если нужно переждать какой-то ядерный удар, да, то как бы не спасет. Влад собрал здесь большую коллекцию интересных и редких экспонатов. Многие из которых до сих пор в рабочем состоянии. Это маска для того, чтобы погружаться под воду. Здесь ставится такой фильтр, специальный РП-патрон регенеративный. Там химический порошок, запуская реакцию, да, он вырабатывает кислород. И можно находиться даже вот в безвоздушной среде или под водой. Ну, и такая же маска, только в ней уже под воду нельзя нырять. Это ИП-4. Тоже П-патрон можно два часа, если находишься в расслабленном состоянии, да, два часа дышать с таким патроном. Ну, или 40 минут, если двигаешься, бегаешь, ходишь. Есть здесь и спальня, если можно так выразиться, и отдельная комната для вентиляционной системы. Ее экскурсанты особенно полюбили. Как раз для наших гостей, кто приходит на экскурсию, мы такой, даем шанс покрутить вот этот вентилятор. Достаточно интересная штука, да, то есть это турбинка прокачивает воздух, чтобы в бункере был свежий воздух, да. Ну, вентиляция обычная. Сейчас уже современные, они более компактные вентиляторы, да. А вот в советское время были такие, да, и каждому, кто приходит, мы даем шанс покрутить. Такая, достаточно тяжелая. Ну, вот мы прокачали еще чуть-чуть воздуха. Потрогать, померить, потыкать, залезть внутрь – это то, что экскурсанты любят больше всего. И городские исследователи намереваются удовлетворить эти желания. В скором времени на территории завода будет отреставрирован еще один бункер – штабной. Там можно будет увидеть, как осуществлялось кризисное управление. А также кое-что попробовать. Так что в следующем экскурсионном сезоне программа станет еще интересней. Елена Вихрова, Крышини Слейти, с Латвийской радио 4, специально для РуслСМ.